ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО ПРИВЕТСТУЮ ВАС ДРУЗЬЯ У АППАРАТА ЗОДИ НА АППАРАТЕ АУТКАСТ И НИЛ БЕГИНИ Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наши приключения. И сейчас наша задача отправиться с вами вот сюда. Вот здесь нужно аванпост уничтожить и собрать здесь, в общем, один овощ, который нужно очень-очень быстро в итоге доставлять обратно вот сюда. Да, так, где здесь можно повыше забраться поудобнее, чтобы туда перелететь? Хотя... Хотя, в принципе, допустим... А вот отсюда, я думаю, я туда прям долечу. Я же оттуда смотрю? Ээээ, бомбы готовы, в сапе запасено достаточно бомб. Хорошо, хорошо, подождите. Нет, стоп, я не туда смотрю. Мне вон туда. Ну, а, вон, внизу. Там, ну, туда вообще без проблем. Кстати, а так можно? О, слушайте. Забавно, мы можем вот так вот полетать куда-то. А вот, нам нужно туда. Там мы давайте сейчас аванпост отобезверегим, а потом посмотрим, куда дальше. Наверное, на самый верх придется забираться мептары сорвать. Давайте прочитаем про это. Мептары собирают на верхушках самых высоких колонн диссана. Сорвите немного и доставьте в хранилище драода, пока цветы не увяли. В этом и суть. Это нужно очень-очень быстро делать. Если они на верхушке, тогда без проблем. Оттуда мы просто летим с ворсажем, и все. А если не на верхушке, то у нас проблемы. Хотя, если что, мы можем попробовать воспользоваться даокой. Это же засчитается. Тогда вообще быстро будет. Давайте вначале на аванпост. Ладно, раз им всем так не имется. Так, а ну-ка. Да, черт, не успеваю много их. Да чтоб ты был здоров. Они непрерывно стреляют. Вот так-то лучше. Когда их очень много, они стреляют прям по очереди. И нужно непрерывно стоять со щитом, иначе не успеешь. Как тебе? Как тебе? Можно еще уворачиваться, конечно, но мне как-то уже удобнее просто закрыться. Мы щит прокачали. Не зря ведь. Кстати, а здесь находится Шазам местный. Ну, заодно его как раз освободим сейчас. По пути. Там внизу целая куча ресурсов. Ой. Давай туда. Опа. Да чтоб ты был в тропку, да? Поддаю. Черт. Вниз упал. Ладно, раз уж упал вниз, то, конечно же, воспользуемся этим. Но заодно и ресурсы подберем, тогда лишними точно не будут никогда. А вот, собственно, и он. Но к нему мы придем попозже. Так, я смогу туда подняться? Четыре. Так, сюда, в принципе, могу. Надо туда. Главное, головой никуда не удариться, и тогда все будет нормально. А офицерского отсека здесь, я так понимаю, нету? Ну, судя по всему, нету, ладно. Эй, давай-ка на выход. Я никуда не пойду, пока Йоды не пошлют знак. Слушай, я и есть твой знак. Не веришь мне? Спроси Аль-Маэль. Тебя прислала Аль-Маэль? А, спасибо ей. Но здесь прекрасно кормят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Люблю я синихи леди. Так, кто ж не любит синихи леди. Действительно. А, кстати, если что, отсюда удобно вот куда-то туда перелететь, например. Но сейчас нам туда не надо, нам нужно... Наверх. Обожаю в этой игре вот этот ранец реактивный, который позволяет исследовать мир в вертикальной плоскости. Это просто супер. Кстати, а там что? Вот тут. Вот тоже интересно. Надо будет туда тоже смотаться. Прямо на верхушке там. Ванпост. Такой бы реактивный ранец, да в каждую игру, в которой есть большой открытый мир. Интересный. Так, слушайте, как мне туда подняться? Я так не подымусь. Да типа... Вот здесь вот. Вот так встанем. По чуть-чуть. По ступенькам. Давай. Встань. Есть. Есть. А, твою дивизию чуть-чуть. Встань куда-нибудь. Да чтоб ты был здоров, там сантиметра не хватает буквально. Так, стой, 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 стой. Вот так. Стой, 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 стой. Так. Как туда забраться-то? Здесь можно встать как-то? Опа, 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 опа. Давай так. Давай, 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 вот так. Стой. Есть. Фух. Ну уже все, уже нормально. Мы уже, по сути, на верхушке. Теперь вопрос, значит, нам вон туда нужно, да? Вот именно туда вот нам нужно. Сколько нужно этих мектаров? В принципе-то... Стой, да стой ты! Да чё ж ты там стоять-то не захотел? А это часть модуля, это не то. Нам нужно еще выше. Так ты как сюда залез? Ты как сюда залез-то, а? Как? Без реактивного ранца, вот как? Вот много в игре вот таких вот моментов, которые просто нелогичные. Вот как он сюда залетел? Крыльев у него нету, реактивного ранца у него нету. Вот как он здесь оказался? Каким образом? Это в принципе реально. Без вертолета. И как нам вон туда забраться? Давай. Так. Так. Ну тут хоть на сантиметр, но повыше. Вот туда вот получится встать, я думаю. Давай, стой. Есть. Вон оно. Хорошо, наверх мы забрались. Фух. А теперь вот я не понимаю по поводу того, насколько быстро их нужно доставлять. И мне же нужно успеть их еще собрать быстренько. Так, в какую сторону нам нужно лететь? Давайте сразу разберемся, чтобы потом хватать их и просто вон туда летим. Вон туда вот. Такая 10 штук, все. Побежали. Да. Долететь мы успели, теперь еще добежать нужно туда. Нормально. Ха-ха, 10 штук. Все, что нужно, доставили превосходно. Привет, Драот. Тебе от меня что-то нужно? Лампет, я от тебя дождусь когда-нибудь. Не вопрос. Лампа уже на подходе. Это то, что тебе нужно? Ха-ха, Мептар, он самый. Ты молодец. Если будет возможность, неси еще. Нет, спасибо. Ладно, еще увидимся. Увидимся и не раз, друг мой. Хватит с тебя. Хорошего понемножку. Так, Драот изготавливает дымовые шашки. Хорошо, здесь мы все сделали. Тут с нами рядом еще кто-то хочет поговорить. А ну-ка. Йоу. Так, это как-то не круто прозвучало. Прости, друг. Мне сейчас некогда учить новые слова. Ну, что там у тебя? Да все эти дроны. Они устроили по льбу по ном-номам. Нескольких очень тяжело ранили. Йо ты их побери. Не хочу никого обидеть, но... Какие-то они хилые, эти ваши ном-номы. Ном-номы — это мой хлеб насущный. И если ты не заметил, во всем десане сейчас ни корки хлеба не найти. А скоро, я чувствую, тут не останется и ном-номов. Ладно. Тогда я буду сбивать все дроны, какие только найду. Нет. Сейчас главное — найти способ вылечить ном-номов. Можешь поспрашивать жителей деревни? Сам я не могу. Я тут почти каждому должен, Заркинов. Да, а как ты устроишь гонки, чтобы не засекли дроны? Мы знаем их маршрут полетов. Но даже если бы дронов не было, я бы все равно не смог устроить гонку. Я вернул Шамаза, чтобы он мог лечить гонщиков. Что еще вам нужно для гонок на ном-номах? Здоровые ном-номы. Я вернул вашего Шамаза. Это здорово. Хотя я и проиграл по реброму. Я думал, тебя прибьют. Сколько доверия. Прямо бальзам на сердце. Вот-вот. Я по-прежнему ищу лекарства для ном-номов. Ты говорил с Занатом? Он точно поможет. До встречи, Макан. До скорого! Поговорим обязательно. Это нам куда-то, кстати, на вон туда вот. А, нет, это не Занат. Это вождь. Рад тебя снова видеть, Надул. Как жизнь? Будь я поэтом, я бы описал жизнь как мучительный путь, вымощенный сломанными ногтями и желудочными коликами. Но я простой талант. Поэтому скажу просто, паршиво. И куда подевалось твое веселье? Вы с Занатом знакомы? Да. Он избавил меня от волдырей. Я снова могу состязаться. От чего избавил? Ах, да. А пришельцы против гонок возражать не станут? С их точки зрения мы трудимся без отдыха всю луну напролет. Главное имитировать бурную деятельность, когда приходит патруль. Придумка Брома сэкономила нам кучу времени. Хитро. Хорошую новость слышал? Скоро ваша деревня полакомится жареной санектой. Да, я слышал. Это радует, хотя без Гварлампы все равно не обойтись. Я слишком хорошо помню горький вкус санекты. Откуда? Я... Я родился и вырос в Саппе. Правда? А тут ты что делаешь? Я был еще юнцом, когда пришельцы взяли приступом Саппу, мою родную деревню. Они устроили там кровавую бойню. Убивали рыбаков налево и направо. Брат отправил меня охранять Даоку, но я не хотел обратиться. И прошел через нее? Да. А спустя мгновение она выключилась. Прошли луны, и я укрылся здесь, сгорая от стыда. Сколько бы братьев я не повстречал в Десане, я скучаю по своему родному брату, Танаку. Он лидер, каких мало. Я стал вождем, надеясь, что однажды он сможет мною гордиться. Погоди, так ты брат Танако? Он уверен, что ты обратился, когда на вас напали. Ты знаешь Танако? Как я рад, что он жив. Может, придет луна, и мы увидимся вновь. Но мои луны на исходе. Не тяни с этим делом. Если семейные связи порушились, их надо латать, пока не поздно. Поверь, я знаю, о чем говорю. Так ты поможешь с доставкой взрывчатки? Конечно. Всего хорошего. Я уже не помню, что такое хорошо. Ничего, скоро вспомнишь. Так, с нами еще кто хочет поговорить? Где-то... Внизу. Еще ниже. У меня рука отнялась. Занат, помоги. Куда без очереди? Я все вижу. Я первый пришел. За работу. Я лишился пальца. Я не могу играть в футрок. Как больно. Вдруг из ниоткуда камень. У меня дырка в голове. Следующий. Да, работа уже сама сейчас будет манная. Молодчина, Занат. Ты кто такой? Я Занат. Шамаз Десана. Ну, во-первых, давай тогда подлечи меня на всякий случай, хотя я вроде бы здоров. Мне нужна помощь. Вылечишь меня? Это я могу. Просто дыши ровно. Об остальном я позабочусь. Я хочу придумать, как лечить Ном-Номов. Есть идеи? Я могу исцелить Талана. Могу исцелить тебя. Но в отношении зверей моя сущность бесполезна. Прости, кое-кто, может, сумел бы тебе помочь, но... Но что? Он едва ли не худший Шамаз на всей Адельфе. Его зовут Залип. И живет он в Сапе. У него особая приверженность животным. Да, я как раз про него раздумывал. Точнее, я не помнил, где мы видели такого персонажа, в каком поселении. Но помню, что был такой, который может лечить животных. Погоди, ты что, обратно в камеру хочешь? Нет! Что ты, нет! Хотя, если вдуматься, там было не так уж плохо. Это как? Ты же в плену там был. Тебя против воли держали. Да. Но зато как там кормили. Что, правда? Роботы готовить научились? Откуда? Они же сами не едят. Не знаю. Я не видел, как ее приносили. Но каждые несколько лун я просыпался и обнаруживал в углу коробку с пищей. Кто-то другой, наверное, ее туда ставил. Не эти железяки. Кто же тогда? В десане такую еду взять негде. Она была такая вкусная и не похожая на все, что я ел раньше. Назовем это пока что загадкой. Хотя у меня есть мысли. Будь осторожен. И голоден. И голоден. Осторожен и голоден, само собой. Давайте-то мы посмотрим по заданиям. А то что мы бегаем туда-сюда? Так, а в сапе у нас тут что-то происходит? Доставляют бомбы в сапу. В общем, нужно подождать просто. Нужно с Барромом поговорить о поставляемых в сапу бомбах. Это в сапе. А давайте, наверное, так и сделаем. Смотаемся, что ли, в сапу. Потому что, ну, почему бы и нет. А может быть, ускорим процесс, чтобы побыстрее с сапой разобраться. И получить ихний дарамон. Кстати, с Залибом здесь тоже поговорить можно будет по пути. Привет, Баран. Спасибо за совет, кому обратиться в десане. Мы обо всем договорились. Рад, что он жив. Как дела у Брома? Как-то держится. Желал тебе всего наилучшего. Да? Наилучшего чего? Это просто... Ладно, проехали. Мы продолжаем действовать по плану? Да, но если мы хотим получить больше бомб, придется отправлять десантцам рыбу. Горники готовы с нами торговать. Я попрошу рыбаков что-нибудь подготовить. Нам теперь будет нужна система наведения для бомб, но это не твоя забота. Ты нам нужен для другого. Мы бы стали намного сильнее, если бы Юнаир приручил больше вентилоп. Помоги ему, а? Я на все готов. Если ты сконструируешь маячок, я бы мог разметить территорию для бомбежки с помощью пушки Ору, чтобы вентилопы сверху не промахнулись. Хм. Можно попробовать наполнить железы кракета вентилопьим жиром. Добавим зеленый хелидий, чтобы увеличить радиус маяка, но сам я его собрать не смогу. Я могу подготовить чертеж и составить список ингредиентов, но для производства тебе потребуется специалист. А есть у меня такой специалист. Помни, о чем мы говорили. Иди! В прокриане у нас такой специалист и есть. Создать маячок САПы. Вентилопий маячок призывает отряд вентилоп-бомбометателей САПы. Всадники Таланы верхом на вентилопах сбрасывают бомбу в указанную точку и наносят врагу большой урон. А да, сразу в прокриану... Отправляемся. А может надо было в САПе заодно там пообщаться со всеми, с кем нужно как раз таки... Ну ладно, это уже потом. У меня тоже планы. Я сегодня разделяю трапезу со своей вентилопой. Очень романтично. А, спасибо за запчасти. Они пришлись очень кстати. Не благодари меня и доверяй стражам Далатаем. Лихас на нашей стороне. Хуна им доверился и обратился. Я лучше сохраню анонимность. Как бы то ни было, все готово. Новое оружие? Впечатляюще, Нуркан. Ха-ха, молочина. Лихас, отличная новость. Проверь секретные координаты. Там спрятано оружие, которым вы с Далатаями можете пользоваться. Это может все изменить, Улукай. Я хочу лично поблагодарить воссоздателя. Я обещал сохранить его имя в тайне. Он осторожничает после истории с его друзьями. Ясно. Спасибо, Улукай. Стражница Далатая во всеоружии. Да, Лихас. Ты там поосторожнее с этим. Я вам скоро покажу, как оно устроено, но это другой уровень. Конец связи. Это не для нас оружие. А, жалко. Я бы не отказался от нового оружия. Доверься мне. Так, что я там говорил? Привет, Нуркан. Возьми сувенир. Да не надо мне твой сувенир. Посмотри на этот чертеж, Нуркан. Это от Барамы и Сапы, чтобы бомбить наших врагов. Сможешь соорудить такую? Поглядим. Ага. Маяк для вентилоп. Интересно. Очень интересно. Еще с бомбами, как ты говоришь. Отлично. Я бы его построил, но нужны важные детали. Мы об этом договоримся, да? Не вопрос. Я все достану. Давай посмотрим, что за детали, а что по поводу Хуны ты расскажешь? Твой напарник, похоже, гордится тобой. Без тебя я бы не справился, Улукай. Спасибо. Теперь, наконец, Хуна сможет обратиться. Он родился, чтобы биться с захватчиками и освободить Адальфу. Увы. Время его пришло прежде, чем он успел исполнить эту судьбу. Я так горжусь, что он доверил мне сделать это ради него. Его Хазадес долго ждал возвращения к Йодам. А как же ты, Нуркан? Это ты о чем? У тебя ведь тоже должна быть цель в жизни. Так в чем она? Я... Сначала я думал, что Йоды хотят, чтобы я вернулся к воссозданию. Но дело не в этом. Думаю, цель моей жизни — возродить гильдию воссоздателей. Обучить молодых таланов, которые станут новыми мастерами. Это достойная цель, Нуркан. Желаю тебе удачи. Да, было бы неплохо. Отлично. Хазадес Хуны обратился. Извини, нам помешать. Привет, Нуркан! Возьми сувенир! Бесплатно! Да не надо мне путь сувенир. Одну и ту же фразу повторяет. Немножко прямо как-то не очень это смотрится. Лучше бы просто поздоровался. Покажи, что у тебя есть. Я хорошо поработал. Да-да-да, мне нужен вентилопский маячок. И у нас есть все, что нужно. Да, железокрак это есть. Айхилиди зеленый, само собой, есть. Вентилопий жир мы с вами тоже собрали. Отлично. Превосходно. А с помощью вентилопия маячка можно призвать стаю вентилоп, которая отбомбится по врагам, нанеся им немалый урон. Возьмите пушку, ору на изготовку, удерживая РБ и стреляйте маячками. Но мне это неинтересно. За то время, пока они прилетят по бомбе, то я уже сам разберусь с противниками. Это мне как-то не очень интересно. В саппе нужно больше деть вентилоп, чтобы усилить парк бомбовозов. Так, он опять хочет говорить с лихас. Да сколько можно, не дает мне ничего сказать. Что там про саппу было написано? Так, цель достигнута, остается потенциал здесь у нас. Ну это тоже просто потенциал остается, не нужно выполнять, нужно просто время тут. Цель достигнута, остается потенциал. А что у нас тут? Получить дарамон саппу мы можем. Ну, превосходно. Очень романтично и неловко. Короче, мне тут барам рассказал, как сделать маячок, который укажет вентилопам, куда кидать взрывчатку. Кто мог подумать, что ты на такое способен, улукай? Да, сам я не умею, нет. Придется найти кого-то, кто нам поможет. Попытай счастье в Прокриане. Этот дарамон сочетает сладостное благословение небес и горькую морскую соль. Хрупкий дар великой силы. Я доверю его лишь нашему самому надежному посланцу. Спасибо за оказанную честь, Залеп. Я отвезу его на Кизаар. Ну-ну. Дарамон саппы очень хрупкий. Надо поскорее отвезти его на Кизаар. Попытай счастье. Привет, Залеп. Юнаир цел, невредим и в полной безопасности. Я знаю. Ты молодец, чужеземец. Я верен слову и нарекаю тебе почетным новобранцем вентилопского клуба. Новобранцем? Первое важное правило. Раз уж вентилопский клуб начал привлекать новых членов, следует остановить иерархию. Нас же трое всего. Какая там иерархия? Для начала. Я планирую стать президентом. Юнаир вызвался на роль секретаря. А ты будешь новобранцем, пока не заслужишь более высокую должность. Ладно, Залеп. Главное, чтобы ты был доволен. А вот если бы мне, к примеру, понадобилось исцелить стадо Номномов, что для этого нужно? Нету в Сапе Номномов. Тебя Занат прислал? Не важно, кто меня прислал. Десантские Номномы болеют. У тебя есть лекарства? Значит, Занат уже надо мной не смеется, раз ему от меня что-то нужно. Давай прямо говорить. Я это сделаю ради Номномов, ясно? А не для лицемерного Шамаза, который пришел за помощью, а до того две тысячи лун насмехался над тем, что я делаю. Залеп, я тебя очень прошу, не втягивай меня в ваши разборки. Я просто хочу помочь Номномам. Ладно, давай запишу тебе. Отдай кому-то, кто хотя бы понимает, что делает, а не дураку Занату. В Десане должны найти все ингредиенты, кроме черных водорослей. Возьми их тут и отнесешь с собой. Черные водоросли, понял. Это, наверное, под водой нужно искать, да? Хорошо, тут еще кто-то с нами хочет поговорить. Не стесняйся, чужеземец. Залеп делает хорошее дело. Клуб поможет жителям держаться вместе. Все мы братья, да. Кто бы спорил, приятель. У вас все на мази? А-а-а! Люблю запах темного хелидия по утрам. Отряд наездников ждет моего приказа. Вентилопы готовы к тестовому полету. Скоро будем бомбить захватчиков? За моего брата! За Сапу! Я уж думал, ты никогда не предложишь. А по поводу брата мы ему так и не скажем, что его брат жив. Ну ладно. Я вернусь позже. Он же думает, что его брат погиб. Так, нам нужно черные водоросли. Наверное, нужно вначале сделать активным это задание. Только это не здесь нужно это делать. Нужно, получается, вот тут. А, кстати, нам на Кизар нужно будет смотаться еще. Так, это Гварлампа тут. Лампа. Марзо, ты где, Марзо? В Бедае. Ну да, подождите, не то. А где по поводу Вентилопа мне нужно... Да, черные водоросли. Вот что мне нужно. А где они? А чтобы уже закончить с Сапой? Улукай, у тебя есть время на один вопрос? Нет проблем, Лихас. Я открытая книга. Не странно ли, что ты нашел эти коммуникаторы на базе пришельцев? Захватчики, насколько я знаю, не общаются с помощью устной речи. Так зачем им эти устройства? А и правда, зачем? Может, их используют командиры? Они прячутся за спинами своих солдат, вот мы их и не видим. Я не знаю. Возможно и так. Спасибо, Улукай. Конец связи. Ах, черт. Не нравится мне, что приходится врать. Надо бы выбрать момент и рассказать Лихас обо всем. Она ведь понимает, что я не такой, как те люди, которые пытают ее соплеменников. Кто тут меня грызть пытается? А что я сделаю? Это рыбий не слушайте, меня грызут. Почему мы под водой не можем стрелять? Анализ. Вернитесь на поверхность, чтобы снизить риск. Какой снизить риск? Да твою ж дивизию! Как это задание проходить? Меня тут грызут бессмертная рыба. Я не могу ничего сделать. Ну вот пока я повернусь, все, ее нету. Что делать? Где ты? Сдохла, тварь. Так, мы в принципе уже собрались сколько-то, но я лучше побольше на всякий случай, потому что... Ну вдруг что? Да твою ж дивизию опять. Анализ. Вернитесь на поверхность, чтобы снизить риск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что б там? Ты был здоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что сделать-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, жесть какая. Пока что самый страшный противник в игре, потому что мы ничего не можем сделать в воде вообще. У нас почему-то пистолет не достается. И все. Кнопка стрелять не работает, и все. И хана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вроде бы, вроде бы, больше водорослей нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну тогда все. Ну тогда это мы сделали. Что мы еще можем сделать? Так, в бедаю, что ли, смотаться? Мы можем на Кизар смотаться, Дарамон туда отнести, в принципе. Но это можно и потом сделать. Два сразу, к примеру, Дарамона отнести. Мы можем вот это вот уничтожить, эту базу обезвредить, в принципе. Или смотаться в бедаю сейчас в начале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Марзо. Тут я. Да, я тоже тут. В десане очень нужны лампы. Можешь отправить им немного? Не выйдет. Если отправить лампы через дооку, на вкус оно будет, как моча твонха. И конвой туда не снарядишь. Не по земле. Что, и правда такая гадость получится? Попробуй лизни гвар вентилопы, и то будет не так гадко. Не хочу никому ничего лизать. Но у меня есть подозрение, что десантцам плевать, каким будет лампы на вкус. Иоды всевышние. Все настолько плохо. Говорят, их там держат в рабстве. Дела в десане во сто крат хуже, чем в бедае. Но, Марзо, они таланты, ты талант. Помоги им. Я пошлю все, что им нужно. С кем мне там поговорить? С Драодом. Ох, Драода я знаю. Он еще торгует синим Хелидием. Попросить, что ли, у него пару кристаллов для следующего Акастока? Мне бы пригодился еще один сын-помощник. Может, он согласится на обмен? Не сомневаюсь, вы найдете с ним общий язык. Так я могу на тебя положиться? Конечно! Передай Драоду, все будет. Я схожу Мирке, чтобы подготовил партию. Хорошо. Прощай, чужак! Этот вопрос тоже решен. Превосходно. Хорошо, но этот вопрос тоже решен. Тогда что мы делаем дальше? В принципе, я бы, раз уж я здесь рядом, наверное, вот сюда смотался бы. Ну, почему бы и нет. Это вот туда, наверное, как раз таки. Слэйд, передаю новые координаты для карты. С этой квантовой оградой пришлось повозиться. Надеюсь, следов не осталось. Будь осторожен. Если Джек узнает, что ты крот, он тебя прикончит. Он берега потерял. Что мне было делать? Сидеть, сложа руки? Ладно, обновление системы безопасности мне здорово мешает, но не останавливает. Я рад, что мы на одной стороне. Конец связи. Еще одну точку новую нам получается. Открыл, но это потом. Они с меня не слезут. Открыл, но это потом. Есть. Ладно, раз им всем так не имется. О, что-то пошел. Продолжение следует... 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 ничего себе здоров как удобно отсюда стрелять них так кто тут еще бегает на тебя больно наверное надеюсь на тебе не и и и и и и и Кто еще? А где? Да чтоб ты был здоров На тебя На тебя Бестолку Ты о чем? Так, давайте-ка мы сначала сюда сбегаем Что? Что там происходит? Почему он вверх полетел? Ладно, допустим О-ой-ой Вон там опасный товарищ, там еще целых два терминала, чтобы попасть в офицерскую комнату. Субтитры сделал DimaTorzok Будет мое. Какой-то оживучий товарищ попался. Куда ты побежал? Вроде уже немного осталось противников. Вот это неприятный очень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, сделаем вид, что все в порядке, а я думаю, что это такое Граммахайт-то? Где-то еще три противника. Но они могли запросто даже в стенах застрять, как это уже у нас бывало. Они думают, что есть смысл бегать и вообще их искать. Будет больно. Будет больно. Будет больно. Субтитры сделал DimaTorzok two C. Ку-ку. Ну, открывайся. А что у нас здесь? Отражатель, снаряды, рикошетер от стен и врагов. Ну, даже не знаю, в принципе. Давайте посмотрим. Урон снижается. Вот это нехорошо. Расход Хелидия повышается. Снижается урон, это плохо. Это я не хочу. Такое я не хочу. Кстати, мы тут можем что-то сделать. Мы ничего не можем сделать. Мы можем, допустим, вот здесь вот прокачать спринт с форсажем за 100. Это у нас что будет? Экономное планирование с форсажем. Вот это мне нужно за 300. И вот это. Это позволяет набирать высоту. Это я тоже хочу. И то, и то я хочу. А ну всё, мы с вами открыли офицерскую каюту. Теперь нужно вниз просто и уничтожаем генератор. Т ... Т... Продолжение следует... Шикарно. Здесь мы уничтожили. Так, а вот еще точку нам поставили туда, да? Сюда мы пока что не можем. Здесь защитное поле силовое все еще включено. Но можем вон туда, в принципе. Так, а что у нас по квестам? Давайте разбираться, куда мы дальше пойдем-то. Таланов освобождать можно. Сопроводить у Дея в Десан. Это как? В смысле, мне что, пешком отсюда вот идти из Паланы в Десант? Да когда два часа топать? Не-не-не, подождите. Хотя, может быть, мы так и сделаем. Но тогда это мы уже будем делать не сегодня. Потому что я думаю, если пешком идти, просто его защищать, это будет очень долго. Это любопытно, но давайте тогда, ребята, мы здесь с вами уже на сегодня прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok